Рада вас приветствовать! Я буду сегодня бесконечно говорить о тичинге. И, наверное, я тот человек, который готов о тичинге говорить не то, чтобы 45 минут, а, в общем-то, говорить бесконечно. И сказать, что тичинг — это мой passion, это, может быть, и ничего не сказать. Наверное, есть ещё какие-нибудь, и правда, другие страсти в моей жизни, но тичинг — это точно номер один. И на самом деле любые разговоры, даже в какой-то компании, в разговоре с коллегами каких-то других университетов или вообще смежных абсолютно специальностей с родственниками, всегда так или иначе речь заходит об образовании, о том, как менять отношения к учёбе, как зажигать сердца. Поэтому современный тичинг — это, пожалуй, то, чем без ложной скромности я живу. И с вашего позволения я начну. Итак, здесь есть прекрасные четыре картиночки, которые я подобрала, чтобы эти четыре, шесть, чтобы эти прекрасных шесть образов могли значить. Буквально пару идей в чат, что вам кажется, или, может быть, где-нибудь здесь видите меня. Давайте пойдём с лево-направо, может быть, где-то я. Я даже не знаю, похожа ли я на кого-нибудь. Какие-нибудь идеи, кто эти прекрасные шесть образов? Жду классных идей в чат. Спасибо огромное! Вижу, что думаете, что это стереотипы про преподавателя. А где же здесь я? Попытка, попытка. Может быть, вы найдёте здесь меня? Не знаю, бычок на голове. Спасибо. С айпадом. Даже сейчас, чтобы попытаться всё-таки соответствовать образам, я на самом деле даже сделаю вот так. Поэтому, да, тут мы все какие-то разные преподаватели. Да, конечно же, это разные образы преподавателей. Абсолютно верно. И буквально мельком сейчас посмотрим на них, и, может быть, каждый из вас вспомнит своего преподавателя. А милая блондинка с айпадом, ни в коем случае не я, это преподаватель, который с технологией на «ты», следит за последними трендами в образовании, лёгок, прекрасен, лёгок на подъём, прекрасен с освоением всего, что сейчас на нас навалилось, со всеми технологиями. Ну и, в общем-то, несложно спроектировать ему новый какой-то образовательный контент. Милейший мужчина в галстуке. Это тот, вы знаете, я как ученик, я как студент, всегда любила таких преподавателей, на самом деле люблю до сих пор. И даже более того могу сказать, что готова вкладывать и время, и силы, и усилия, и даже деньги в именно такое обучение. Когда преподаватель, вы знаете, знает своё дело. Возможно, он немного вышел из моды, уже полысел, посидел, но тот уровень знаний, которым он обладает, и при моём желании, я могу почерпнуть, для меня всегда абсолютное восхищение. Милая дама с пучком, вы знаете, мне очень понравилась не так давно, мои студенты назвали, одна из моих коллег, которая учила их в предшествующем смесе, они, говоря о ней, сказали, «Ой, ну вы знаете, ну она же, ну прям как мама, ну ты же как бабушка», к слову преподавателя, моложе меня. Как вы думаете, что вот в этом преподавателе так вот прельстило моих студентов? Говорили они на самом деле, это, конечно, слегка в укор, возможно, сравнивали, всегда когда сравниваешь, ну ты понимаешь, что чем-то, значит, ты всё-таки не, в каком-то вопросе ты не дотягиваешь до своего предшественника. Как вам кажется, дама с пучком, вот, да, как мама, а вот что в ней, как преподаватель, такого, как мама? Спасибо огромное, вот, да, именно так они и сказали, когда я сказала «what do you mean?», они именно так сказали, что она заботилась о нас, она никогда не создавала ситуацию, чтобы нам было некомфортно. Да, мама, истинно, даже, может быть, бабушка. Прекрасная дама в чёрном. Это очень популярный на самом деле сейчас тип преподавателя, который выстраивает отношения со студентами, в принципе, строит высокую кирпичную стену. Он не идёт на близкий контакт со студентом, он не хочет входить в какую-то дружественную зону, нет ни в коем случае, он скорее отдаляется и дистанцируется от него. Во благо, в принципе, того, чему он учит. Неважно, персона преподавателя, главное, то, какое знание я несу. Очень популярный, на самом деле, на преподавательском рынке для такого преподавателя сейчас огромное количество возможностей. Ну и милейшая дама всем улыбается, всем довольна и всегда готова помочь. Моя коллега любит вспоминать свой опыт, когда она, будучи ещё школьницей, в Соединённых Штатах Америки училась, и у неё был предмет blind typing, когда ты не смотришь и печатаешь, чтобы это правильно попадало в буквы. Не нужно смотреть на клавиатуру, да, ты должен узнать, где буквы находятся. Вот у меня, например, такого предмета не было, ну что уж там, седина и старость. И она вспоминает, всё время преподаватель меня хвалил, говорил, молодец, good job, well done, cool, fantastic. Что вы думаете, этот человек получил, вот моя коллега, какую оценку она получила в конце семестра? Идеально. Благо не два. Я боялась, что получу сейчас ответ два. Нет, моя коллега всё-таки закончила такие, и получила эти стат, в Соединённых Штатах, ну да, она получила три. Этот преподаватель не хочет идти на конфликт, он всегда мил, он всегда добр, но он работает, исследует своим собственным верованием и убеждением. Он не готов ставить оценку выше, он знает, что ты знаешь на три, он поставит тебе три, но при этом он не будет на тебя отключать, ругать или что-то подобное. Это не в традиции конкретно этого человека, я даже не говорила о культуре. Ну и мои любимчики две. Я всегда называю этих преподавателей Бари, ну прям вот свой, свой в доску, как говорится, как говорит моя мама. Абсолютно легко идёт на контакт, ответит вам всегда на сообщения, ну классный, милый, ну чудо просто. А, не преподаватель. Я надеюсь, что вы видите QR-код. Вы, наверное, можете видеть и ссылку. Ну попробуйте с QR-кодом, я сейчас в чат, конечно же, скину и ссылку. К слову, вы можете выбрать несколько. Вопрос, в общем-то, звучит в том, что для вас, как вам кажется, из перечисленного списка, наиболее способствует улучшению вашего учебного процесса и вашей эффективности. Конечно же, выбираем несколько вариантов. Напоминаем, квадратный слот для выбора всегда подразумевает несколько возможных вариантов. Первое, это ваше отношение преподаватель-студент. Для меня это очень важно, чтобы преподаватель говорил со мной на одном языке. Размер класса. Не люблю большие классы. Не люблю, когда в классе 20 человек. Люблю, когда 5-6. Преподавательская эффективность, так скажем. Как преподаватель реально знает свой предмет и доносит его до вас. Мне кажется, всех сейчас в голове, к каждому из этих встреч, всплывает какой-то собственный опыт. Материал, какие книжки мы используем, напрямую зависит. Не люблю этот учебник, ничего не выучу. А этот учебник классный. Дополнительный материал и раздатка. Люблю это. И в этом залог успеха. Атмосфера в классе. Ну, вы знаете, добрый-добрый. Тут с одной стороны мама, тут с другой стороны братский товарищ. Важно. Обратная связь, которую вы получаете. Важно. Я делаю домашнее задание. Почему меня не прихвалили? Почему мне не указали на мои ошибки? Люблю, когда это делают грамотно и правильно. Ну и последнее, мое любимое. Что для меня реально важно, так это оценки, которые я получаю. Да, люблю получать оценки. Наверное, мне что-то подсказывает, что вы, скорее всего, скажете, что вы любите получать, наверное, положительные оценки. Буквально 10 секунд на то, чтобы сделать правильный выбор. Какой-нибудь вот, можно выбрать несколько, но вот то, что точно останется с вами. Напишите этот аспект в чат, что точно к вам относится, как никому другому. На самом деле, очень интересно. Я проходила этот, сама подобный тест несколько раз, и вы знаете, в зависимости от, мне кажется, дня, фазы Луны, моего настроения получала совершенно разные, сама для себя открываю абсолютно разные вещи. Удивительно. Итак, нам правда важно отношение между студентом и учителем. Для нас очень важно, чтобы была дружная атмосфера в классе. Класс. И, вау, вас не интересуют оценки. Я очень хочу с вами встретиться. Кто вы? Кто вы? Я хочу, хочу быть вашим преподавателем. Умоляю. Да, да, это интересно. Это крайне интересно, потому что австралийские специалисты в образовании провели исследование. Оно, на самом деле, датируется еще прошлой декадой. Оно проходило с 3 по 9 год. В основном все публикации касались, касались, а датировались с 10-м годом. И вы знаете, если вы быстренько взглянете на тот биограф, который вы видите, что на самом деле очень важно для ученика, для того, чтобы сделать его обучение более эффективным, это то, какой преподаватель-специалист. И это было, на самом деле, очень интересным открытием для образовательной среды. В общем, не только австралийской, конечно же, но и для глобальной образования, потому что, если вы посмотрите в желтую зону, ну, как вы понимаете, эти факторы имеют меньшее влияние, да, то мы видим здесь класс-сайз, то есть оказывается, количество людей в группе не так-то и важно. И, конечно же, удивительно, мне кажется, это то, что совершенно, ну, тоже не сильно-то важно, оказывается, домашнее задание. Ну, прям, прям даже удивительно. Не знаю, если бы мы сейчас, в 2020-м, именно в мае, после двух месяцев карантина задали этот вопрос, чтобы мы получили. Вы знаете, для меня, когда мы говорим про май, апрель 2020 года, для меня, мне кажется, что образовательная среда, в принципе, сейчас претерпевает, ну, абсолютно новые, и такого не будет никогда изменений. И я, на самом деле, хотела сначала сюда, на этот слайд, поставить образ динозавра. Но потом, знаете, решила, чтобы подумать, это я, динозавр, ну, который абсолютно не имеет работу с технологией, вообще сляпала слайд абсолютно случайно. Решила обойтись рыбками. Мне кажется, что эти три прекрасные рыбки, не знаю, возможно, кстати, к слову, это моя просто тяга, выйти, наконец-таки, из дома, подышать свежим воздухом и порыбачить. Напоминаю, я из Влагограда, у нас там уже сейчас вовсю, вовсю рыбалка. Мне кажется, что образовательный рынок, в принципе, и все преподаватели, без исключения, сейчас впадают в настолько конкурентную борьбу. И, возможно, многие мои коллеги бы со мной не согласились. Я считаю, что это некого рода естественный отбор. Потому что те преподаватели, которые не могут работать в таком темпе, с таким количеством технологий, такой вариативностью студентов и заданий, им, наверное, будет немного сложнее. Я, между срок читаем, невозможно адаптироваться и быть эффективным во всей этой жизни, в которой мы сейчас с радостью живем. Вы знаете, преподаватели, это, конечно же, не просто учить. Сейчас это очень много психологии в преподавании. И огромное количество преподавателей сейчас совмещают свою основную деятельность преподавательского любого предмета, не только языка, с магистрической степенью психологии, с какими-то дополнительными клоучингами и тренингами именно по тому, как выстраивать отношения, как слушать людей, как правильно и эффективно выстраивать общение с человеком, будь то индивид, ученик, либо группа. Да, мы слушаем, да, мы уважаем студентов. Конечно же, мы максимально пытаемся от этих студентов учиться и с ними сотрудничать. И вы знаете, я тот человек, который работаю какое-то огромное количество летвузей и поняла, что, в принципе, все то, что я сейчас знаю, и тем, что я с гордостью могу сказать, что да, я это умею, возможно, все, кроме вождения автомобиля. Это то, чему я научилась студентам. Будь то общение, будь то понимание тонких, но души, этому всему я научилась студентам. Этого я не знала. Закончив педвуз, нет, абсолютно ничего из этого не было. Поэтому коллаборация со студентами для меня, на самом деле, вот, положа руку на сердце, это, пожалуй, главное достоинство моей профессии. Это я. Не знаю, узнали вы ли здесь меня или нет, но да, это я. Ну, вы понимаете, выбор очевиден, надеваешь очки, становишься чуть более академичным и как будто бы разумным. Для меня тоже всегда стоит этот вопрос между тем, что ты должен делать в первую очередь как преподаватель, какую именно, как правильно сбалансировать, потому что ты вроде бы знаешь, что преподавать и как правильно выстроить. Ты учился, ты знаешь, сколько у студентов прошло через тебя, но при этом ты понимаешь, что то, что работает хорошо для меня, не всегда работает хорошо для этой конкретной группы. И, в общем-то, каждый день, не побоюсь я этого слова, в 9 утра для меня это вопрос. Как мне сделать так, чтобы конкретно для этих студентов, которые сейчас вошли ко мне в Zoom, это реалии, так сказать, моего сегодняшнего дня, сделать эти полтора часа максимально ценными. И, к слову о lockdown и всех наших реалиях, мне кажется, что ценность каждой минуты занятия, которые они проводят со мной, сейчас в 100 крат увеличилась. Они пришли осознанно, не куда-то, потому что это их рутина, потому что есть традиция ходить в университет и общаться с друзьями. И они пришли конкретно ко мне, конкретно на мой предмет, чтобы конкретно от меня и от той атмосферы, которую мы создаем, что-то узнать. Для меня ценно. Возможно, вы не согласитесь. Не буду нова, абсолютно не нова. Конечно же, пирамида масла у знакома всем. И она называется-то, в общем-то, пирамидой потребностей. К чему? Я протичен, а тут пирамида потребностей. Какие-нибудь идеи? Какие-нибудь идеи, друзья? Вы так прекрасные. У меня, кстати, к слову, ливень заканчивается. Возможно, мы сейчас перейдем на какой-то совершенно новый уровень. Причем здесь пирамида масла, пирамида потребления. Какие-нибудь идеи. Потому что я знаю, что сейчас очень активно в... Это даже в курсе общества знания. Я знаю, что даже в Юге есть вопросы по пирамиде масла. Я знаю, что вы все с ней знакомы. Я знаю, даже очень часто люди неправильно произносят фамилию. Вы знаете, да, здесь есть эта пирамида, она не зря пирамида. Спасибо огромное за классную наводку такой. Хинт-хинт. Что у нас есть базовые потребности. На самом деле, у нас у всех и у преподавателей, и у студентов есть базовые потребности. И, конечно же, мы вроде как все пьем и едим. И уж с той прекрасной возможностями доставки еды, которая сейчас существует, уж об этом мы точно вроде бы как бы можем забыть. Мы хотим чувствовать себя безопасными, особенно в интернете, особенно с огромными социальными... времени, которое мы проводим в социальных сетях. Да, нам вроде бы нужны дружба, любовь, и мы хотим, чтобы нас любили. Абсолютно. И чем выше мы поднимаемся по этой пирамиде, мы понимаем, что нам хочется самоактуализации, что сейчас в современной психологии принято назвать самореализацией. И это вроде как вершина пирамиды. Мы все хотим по этой пирамиде потребностей продвигаться вверх. Но на самом деле это ужасное заблуждение, потому что эта пирамида это не движение снизу вверх. Это та константа, это то, в чём мы живём. Мы имеем все ступени этой пирамиды в себе всегда. Преподаватели, студенты, родители, мы все живём на этих ступеньках. Утром мы на одной ступени, вечером мы на другой. Поэтому спроектируя курс и выстраивая отношения со студентами, это как никогда, пожалуй, сейчас играет важную роль учитывать, чтобы в твоём уроке было что-то, что перекрывает и самые базовые потребности, и чтобы, конечно же, было что-то из средней зоны, чтобы человек чувствовал себя защищённо. И, конечно же, чтобы была возможность, чтобы был челлендж человеку развиваться и реализовываться. Сложно? Да. Возможно? Реализуемо? Да. Возвращаясь к балансу, я всегда считаю, что всегда я за баланс, всегда между преподаванием и обучением, между teaching и learning, то, как я даю, и то, сколько я даю знаний, и то, сколько я получаю от студентов, и сколько студенты сами себя без моей помощи могут получить знания лишь, моя задача лишь правильно указать направление. Вот для меня это такой баланс. Возможно, неверный, возможно, сначала чаша весов должна перевесить в другую сторону. Очень может быть. Возможно, речь о разных возрастных категориях, возможно, о разных психотипах. Я буду очень рада, если вы со мной не согласитесь и приведёте довод, почему я не права. Но я всё-таки считаю, что сколько бы преподаватель не учил, пока не произойдёт то волшебство, то, ради чего мы все это делаем, чтобы человек узнал, познал. Только тогда магия этого процесса и будет той, ради которой, в общем-то, мы все ходим. В школы, в университеты, слушаем вебинары, бесконечные лекции, интересные семинары онлайн. Это всё ради этого. Очень классический тоже, абсолютно не на эти вещи, в которых я верю, есть этот прекрасный цикл современного преподавания. И если вы посмотрите на него, то я бы хотела пойти, что называется, clockwise, и начать так где-то часов с 11. В зоне 11 часов у нас оценивание. Современный преподаватель всё равно должен оценивать. Это всегда проблема, это всегда сложно. И то, как оценивается современный преподаватель, каждый, мне кажется, задаёт себе вопросы ну просто ежедневно, как правильно, как грамотно оценить. Без технологий, без бесконечного количества ресурсов абсолютно никуда. Вы знаете, многие мои коллеги, на самом деле, или я в их числе, столкнулись сейчас с этим маленьким таким экстра-челленджем, технологий. Вы знаете, не то, чтобы мы не увидим им пользоваться, не то, чтобы мы не знаем, откуда взять. Как вы думаете, вот что у меня и многих моих коллег ставит в тупик? И это про технологии, и это про ресурсы, и это про мир онлайн. В чём-то зона, в чём-то проблемная зона нас, потому что мы на самом деле вроде как варимся в океане технологий абсолютно успешно, но, ну, по крайней мере, я бы сказала, с конца марта 2020 года это для меня стало, на самом деле, очень актуальной проблемой. И это огромное количество этих ресурсов и этих технологий. И то, что сделать правильный выбор преподавателю без помощи, без дополнительного какого-то на самом деле менторинга и просто плеча дружеского очень сложно, это на самом деле так. Верю в то, что без личного опыта, без переживания того, что ты учишь, невозможно. Сама знаю по себе. Иногда слушаю лекции, мне кажется, боже, как интересно. Вы не поверьте, буквально недавно была такая же ситуация. Коллеги, значит, у нас определённый какой-то образовательный курс, нам всё рассказывают, так интересно, всё классно, сижу и не могу понять, почему мне это безумно знакомо. Сама концепция коммуникации с коллегами, почему она мне так безумно знакома. Сказать о ней не могу ничего. Ничего не попробовала, ну, где-то, видимо, были какие-то заметки, конспекты. Ну, да. Потом у всех времени было много, когда начался карантин, а все, мне кажется, разбирали кладовки, коробки, ну, мне кажется, все мы там были, и все думали, что в квартире будет чистота. Я тоже так делала и разобрала свои какие-то, значит, заметки и конспекты буквально пятилетней давности. Думаю, боже, что лежит за хлам, открывает, понимая, что, о, Господи, к моему стыду я аж прям замерла, что это именно то, давным-давно, когда-то, пять лет назад в Кембридже нас этому учили. И я понимаю, что буквально две недели назад меня учили этому же. И что вы думаете? Я это помнила? Нет. Но только благодаря тому, что на второй сессии нас заставили пережить то, чему нам тогда пять лет нам просто рассказали в теории, а здесь нас заставили это пережить, вот сейчас это в моем сердце оставило след, и сейчас я готова это использовать, шериться студентами и коллегами. Опыт, ну, для меня лично, я тот тип, который без переживания чего-то, к сожалению, надолго информацию не у своего, больно большой поток информации проходит. Студенты, да, правда хотят многое знать, и мне, наверное, безумно повезло, что мои студенты, они очень-очень сильно любознательны, они правда хотят знать новое, и это меня, наверное, тоже очень часто как-то толкает в мир неведанного. Современный мир академический контент на самом деле очень важен, потому что мы же все-таки понимаем, как сложно верить чему-то. И сейчас огромное количество фейковой информации, даже про количество заболевших, выздоровевших, койко-мест, мы понимаем, что верить в принципе этой информации, которая находится в интернете, ну, крайне сложно. Что делаю я, я знаю эти источники, они, возможно, тоже могут быть поставлены под сомнение, но тем не менее, так как я умею работать с академическим контентом, я понимаю, что какой-то ресурс может быть достоверным, а какой-то нет. И в достоверный, уже сейчас даже и все именно на BBC это сложно поставить, это на самом деле тоже заслуга исключительно академического контента и образовательной среды. Ну и говорить о лидерстве и навыков, и soft skills, потому что, конечно же, мало знать английский и мало уметь программировать, а нужно еще себя продать, ну, пожалуй, не говорит только ленивый. Технологии те, которые в принципе затолкали нас всех в легкий тупик и панику, некоторые из них, с вашего позволения, я представлю вашему вниманию, совершенно не на вовсе, все всем знакомо, но это то, чем пользуюсь конкретно я, и это для себя я сделала очень разумный выбор. Я поняла, что из всего океана технологий мне, как преподавателю, которым нужно, кроме того, что использовать технологии нужно еще в это все вкладывать в какое-то разумное содержание, я сделала вот этот выбор. Платформа Canvas прекрасная система интеракции со студентами, которая помогает выстраивать правильные дедлайны, абсолютно четко сообщать студентам информацию, которая спроектирована так, что ты не можешь допустить ошибку, шаг вправо, шаг влево, ты понимаешь, куда это тебя приведет. Ну, Zoom, это, пожалуй, то, где мы сейчас с вами опустим, все знаем, все классно, все хорошо работает и очень эффективно. И, к слову, многие из моих коллег поделились с Zoom навыком работе в Zoom со своими родственниками. Сейчас, мне кажется, тоже в социальных сетях много людей видят, как Zoom уже используется для каких-то совершенно классных целей. например, по Zoom зарядка, по Zoom йога, по Zoom, конечно же, английский. И, вы знаете, только сегодня мой давний знакомый поделился, что он по Zoom преподает вождение. Еще пока не знаю, но попросила его скинуть ссылку. Хочу освежить ПДД в памяти. Ну, по всей видимости, по городу, конечно, картаться не будут, но правила дорожного движения как-то освоить. Доска Трелла крайне рекомендую. Доска задач. Ставите задачи, которые вам нужно выполнить, которые вы сейчас уже выполняете, но еще не завершили. И какие-то завершили с легкостью на своем телефоне перетаскиваете в колонку сделано. Как-то с чувством выполненного долга. Приступайте дальше. Мои студенты активно их используют. Эти доски делают их много для различных заданий, дабы себя контролировать, чтобы грамотно выстраивать время, задачность. И главное, чтобы один хороший мальчик Ваня не делал все за всех, он грамотно распределит обязанности. И его коллеги будут делать какие-то задачи. Очень классно. Многие мои коллеги используют Трелла для каких-то своих личных целей. Ну, доска мира. Не знаю, знакомы вы или нет. Абсолютно все, что вы хотите сделать, и чтобы это было красиво визуально. Но вдруг у вас дизайном не очень, как у меня, то мира это как раз тот случай. Все уже предизайн, prefabricated, пользуетесь, просто выбираете понравившийся вам цвет, конфигурацию. И, в общем-то, на этом все. Крайне легко. Все это, по большому счету, мы используем именно для того, чтобы студент абсолютно любой специальности, абсолютно любого профиля, чтобы он был готов, самое главное, к тому следующему моменту, когда нас уже не будет рядом. И, конечно, все они, все студенты, без исключения, с 17 лет, с 16, думают именно о карьере, думают о самореализации, думают о том, как правильно им использовать то, что сейчас они копят. Мы вроде бы копим, складываем, все по ящичкам, готово. А потом, в тот сладкий момент, когда этим надо будет воспользоваться, иногда можем рассеряться, иногда не понимаем, правильно ли мы делаем выборы, сомневаемся в решениях. Часто, на самом деле, очень часто это бывает. И, вы знаете, ну, как мне кажется, когда я была студентом, я так много о своей карьере не думала. Вот в эту фразу, слышите ли вы себя, что называется, или вам кажется, что да, когда ты учишься, первостепенно думать о карьере. На самом деле, это очень интересно. Поделитесь своими мыслями в чате, потому что мне, ну, вы знаете, возможно, это тот самый пресловутый Generation Gap, что я уж прям совсем как-то мыслила по-другому тогда. В начале 90... Ой-ой-ой, нет-нет, в начале 2000-х, что уж я себе приписываю, погода. Но, вы знаете, ну, правда нет, правда нет. Я была студентом, я была очень сильно сфокусирована на том, что я учила. Преломление к профессии меня интересовало, ну, значительно меньше, вторично, а то и, ну, номером 10. И, на самом деле, ценности, возможно, изменились, соглашусь. Знала ли я много о себе и знала ли я свои сильные стороны? Пожалуй, нет. Да даже не что уж, пожалуй, с уверенностью могу сказать, что нет. Сейчас образование так выстроено, что с школьной скамьи весь преподавательский блок, всё образование пытается сфокусироваться в первую очередь на том, на что ты готов, конкретный студент, да, школьник, абитуриент, неважно, чем раньше, тем лучше, на самом деле. И в чём ты видишь свою страсть и свою реализацию. Спасибо огромное, Анастасия. Я вот прям читаю, читаю, вот что я вижу в чате, о карьере не думаю, а вот знакомые все думают. Вот на самом деле, да, вы знаете, даже сейчас, часто в группах студентов вижу вот это, вы знаете, нет отсутствия единения в вопросах карьеры, кто-то может быть не думает, но вы знаете, на самом деле большинство думают, но думают ли они об одной и той же карьере. Вот в продолжении того, что пишет Анастасия, вы знаете, нет, лучшие подружки сидят, что называется, за одной партой, абсолютно разные, выстраивают для себя перспективы карьерные. Тоже удивительно, тоже интересно. Все меняется, сейчас настолько доступно стало возможности карьерного, возможности вступить в этот карьерный океан, что, конечно же, лодка так и, понимаете, так и тянет вас, нырнуть с головой. Свои навыки очень важно понять, чем раньше вы их поймете, тем лучше, будь то способности к каким-то предметам. На самом деле, мне кажется, это каждый человек понимает намного раньше, чем даже его преподаватели и родители. А вот что важно, это то, к чему, к каким скиллам, какими скиллами вы хотите овладевать больше. Чем больше вы готовы тратить времени на какое-то занятие в вашей жизни, тем, наверное, это, ну, наверное, это правильный путь, чем хочется заниматься чуть больше. Сложно ли это для преподавателя сделать? Сложно ли это увидеть? Да. И этот цикл, который вы сейчас видите на слайде, он в большей степени именно об этом, потому что огромное количество возможностей, сложность понимания своих собственных целей, все это делает, ну, как мы любим говорить, шайки, как на льду стоишь и очень-очень неуверенно себя чувствуешь. Не знаешь, к чему лучше, к какому берегу лучше прибиться. В принципе, это же наше прекрасное, это прекрасный цикл жизненный, он, если его разобрать на какие-то микроэлементы, то мы видим, что по большому счету мы все в образовательной среде пытаемся перекрыть все нужные студентов. Оценивание, да, оно может быть разным, оно может быть по пятибалльной шкале, оно может быть иным, если вы спросите мое мнение, я считаю, что любое оценивание современного педагога и современный тичинг должен быть выставлен не на том, как студент знает правила, формулу, предмет, а то, с каким прогрессом студент за определенный промежуток времени работы со мной продвинутся. мы именно меряем прогресс. И тогда это приобретает смысл. Люблю приводить пример, но вы, возможно, меня видите и понимаете, что я явно не 45 килограмм, и пробежать 100 метровку минут так за 10 миссия невыполнима. Это значит, что мне не нужно ходить на урок физкультуры? Пожалуй, нет. Значит ли это, что если я буду просто каждый урок пробегать с какой-то скоростью, за какой-то промежуток времени эти 100 метров? Это сделает мне хорошо. Возможно. Моя коллега, которая всегда занималась или просто от Бога имеет атлетичное телосложение, быстро бегает, как газель, что ей всегда ставить 5, а мне ставить всегда 2, слегка демотивирует. Поэтому дайте и нам возможность прибежать дальше 100 метров. Не оценивайте строго, оценивайте прогресс, оценивайте вовлеченность, оценивайте... Самое главное, важно, когда студенты тоже об этом думают, потому что всегда, когда студенты говорят, там 5, 4, 3, я всегда, абсолютно всегда задаю этот вопрос. А ты на какую оценку наработал? И дальше я замолкаю. Никогда никто не скажет, наработав на 3, я наработал на 5. Потому что врать себе последнее дело. Задаешь вопрос, человек сам понимает. И это какая-то для меня лично профессиональная путеводная звезда. Научить студентов правильно оценивать свой собственный, свой собственный проделанный путь, работу самим. Я точно не для этого. Я бы готова была эти 10-11 часов нашего циферблата вычеркнуть и этим совершенно не заниматься, потому что тичинг современный, это не про оценивание, это про направление и указание верных траекторий. Я как человек, который свято верит в то, что любой проект, любая реальная работа, коллаборативная, с коллегами, с друзьями, возможность выйти за пределы аудитории и делать что-то для того, что происходит в аудитории, это самое святое в тичинге. Я правда в это верю. Многие мои коллеги всегда меня критикуют и говорят, что ну, это все от лукавого, я буду настаивать на своем. Современное образование и будущее образование именно в решении реальных задач, реальных ценей, целей и выхода студентов из зоны комфорта аудитории. А. И открытие дверей для студентов в мир абсолютно живого, непринужденного и реального общения, коммуникации, сотрудничества. Ну, вы знаете, люблю, люблю эту теорию, если я не ошибаюсь, североамериканскую, которая звучит, ну, как любят, сейчас, как модно сейчас в принципе в любом бизнесе, использовать акронимы, использовать, использовать catchy words, яркие какие-то. Кто-нибудь, помогите мне перевести catchy words. Часто бывает, на самом деле, такое, вот, знаю по-английски, по-русски не знаю. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите. На самом деле, муж всегда меня за это ругает. Что ты говоришь постоянно на английском языке? Русский историю не знаешь? Точно, спасибо огромное. Запоминающие, запоминающиеся фразы, спасибо. Да, вот именно, фраза, слово в данном случае это кэш. Конечно же, мы преобразование. Ну, какой тут кэш? К деньгам никакого отношения не имеет. Это про, вот, спасибо, да, броские фразы, класс, класс, точно, да, да, это даже не мой активный вокабуляр в русском, что уж, да, да, это то, как мы двигаемся. Мы сейчас будем тоже двигаться, clockwise, тоже по часовой, начиная с желтой зоны. Сначала есть знания. Да, тебя научили, тебе преподаватель в голову вложил некое знание, будь то неправильные глаголы, террорема Пифагора, ну, или какие-то химические формулы. А далее появляется твое отношение к этому знанию. Хочешь, принимаешь, оставляешь, используешь. Понимаешь, нерелевантно, не хочешь, совершенно не твое, твой мозг естественным образом забудет то, что тебе не нужно. Вот уж то, что, а на это мозг способен без дополнительной тренировок. Делает это, естественно, и очень просто, и легко. А вот потом, синяя зона, это самая, самая, пардон, не синяя зона, как сказать, цвет между розовым и фиолетовым, какой это у нас цвет называется? Это не розовый, это не фиолетовый, это, давайте назовем цвет лаванды, так, драматично по-весеннему. Это у нас навык. Навык, я поняла, я это знание знаю, я им обладаю, я, в принципе, не против его использовать, и я его активно использую. Происходит ли это автоматически? Нужно ли мне прикладывать усилия? Цвет фуксии. Мне кажется, цвет фуксии, это вот то, что по центру, это такой прямо ядовито-гламурный цвет. Если вы не против, я останусь при лаване. Романтично. Да, это те, 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 как бы, те навыки, которые ты используешь достаточно осознанно. Мы все понимаем то же самое вождение, да, о котором я сегодня уже говорила. Поначалу рулишь, переключаешь передачи с ужасом, или, например, готовишь. Сколько ложек положить? Одну, две. Надо посмотреть в книге рецепт. Потом, после десяти, пятнадцати, а кто-то, может быть, и после трех раз, там, условно, давайте, что, печем блины, допустим, да? Вы куда-нибудь смотрите? Вы когда-нибудь смотрите в рецепты? Конечно же, нет. Вы когда-нибудь смотрите на переключение передачи, контролируете первое это или второе? Что же я сейчас выжимаю? Конечно же, нет. Когда вы рисуете первый раз, используете новую технологию, планшет, сначала вы думаете, какую кнопку нажать, как правильно сохранить рисунок, будь то, не важно, любая программа, потом это абсолютно до автоматизма доходит. И вот как раз тот автоматизм, к чему мы сейчас логически пришли, это прекрасная, классная синяя зона. Абсолютно синяя, океаны, небеса, какие у вас прекрасные ассоциации с небесами, с синим цветом. Это как раз то, куда мы все пытаемся стремиться, когда, безусловно, мы компетенты в том, что мы делаем. Это наша привычка, и мы очень осознанно и хорошо готовы с этой привычкой жить. Мы не прикладываем никаких усилий. Знание прошло сквозь все этапы нашего сознания. Преподаватель сделал хорошую работу, он вложил в нас это знание. Самое главное, грамотно закрыть дверь, чтобы это знание не улетучилось. Может ли сделать это преподаватель? Боюсь, что нет. И здесь, наверное, мой за плечами опыт говорит за меня. К сожалению, нет. Сколько бы мы ни баррикадировали эти двери, через которые мы информацию засовываем в сознание студентов, она, вы знаете, склонна просто исчезать, с ветром улетучивается. А если сам человек, пусть хорошее осознание, правильное понимание своих целей это оставляет у себя, то это превращается в привычку. И, ну, это правда сложно. Это непросто. Но мы можем справиться. Уж если мы справились, то студенты точно могут справиться. Вы знаете, трансформация преподавателей, будь то трансформация студентов, это тот мир, в котором мы сейчас живём. Мы все проходим через трансформацию. Я с использованием технологий, жизнь моей семьи, моей мамы, которая абсолютно сейчас изменилась. И сейчас это произошло не по нашей воле. Сейчас вся эта трансформация, все эти изменения, они вынуждены. Мы изменились. И те люди, которые умеют трансформироваться менее болезненно, и которые не испытывают никакого глобального дискомфорта в трансформации, им-то сейчас как раз намного проще. Эти прекрасные рыбы. Кстати, обратите внимание, рыба, видимо, и правда. А что на рыбалку? Большой фанат рыбалки, к слову, просто обожаю. Наверное, да, все те примеры, которые проходили сегодня, это на то, что я люблю «Тичинг», «Вождение» и «Рыбалка». Вот три вещи, которые держат меня на плаву. Эти прекрасные рыбы, видите, трансформируются. И будь то преподаватели, студенты, на самом деле, я здесь хотела бы рассказать очень интересный кейс о трансформации. Но не о трансформации преподавателя в нового преподавателя, или трансформации студента-двоечников, студента-отличника. Ни в коем случае. Здесь совершенно другой, глубокой трансформации. И, наверное, я отчасти горжусь этой трансформацией, возможно, потому, что я считаю себя причастной. Может быть, где-то вот какие-то пузырьки, это где-то я. Это история одной моей студентки, которая закончила вот буквально вот меньше, ну вот в прошлом году, да, которая в прошлом июне. В прошлом июне. На самом деле, даже не верю, что этот июнь пройдет без выпускного, и даже не могу себе представить, как это все будет. Наверное, я тоже в Zoom. И сейчас вы увидите фотографию с ее выпускного. Ее зовут Ольга, как и меня. Я вообще, кстати, неравнодушна ко всем Ольгам. Вы знаете, это, наверное, какая-то... Это даже не правда информация, но прям люблю. Всех с именем Ольга обожаю. Прям окружаю себя этими людьми. Ее зовут Ольга. Ну, как вы видите, улыбчивая мадам. Это Ольга в патюшке. Вторая Ольга, ну, та, которая перед вами. Вот она все так же, кстати, в сером. Видимо, люблю серый. Студентка. Английский. Любила английский, любила коммуникацию. Наверное, любит сейчас, но абсолютно не в этом главное. А главное – ее трансформация. На протяжении всей своей студенческой жизни она всегда задавала огромное количество вопросов. Что она хочет делать? Как она правильно ходит? Для нее, кстати говоря, будет абсолютным сюрпризом то, что я использовала ее фотографии, но я почему-то уверена, что она не будет сильно слиться. Потому что, ну, правда, когда я думаю о трансформации студента, который пережил какой-то хороший педагогический опыт на себе и становится преподавателем, ну, это же так круто. Это, ну, ради этого стоит жить. Вот она вот здесь пытается, вернее, я пытаюсь у нее вырвать ее красный диплом, но на самом деле, все равно, что красный и синий, к ним бы он не был, деревянный, хотя не деревянная эта свадьба. Она, понимаете, она всегда задавала вопросы, не понимала, что она хочет. Вы думаете, она хотела быть преподавателем, переводчиком или персональным ассистентом или гидом? К слову, очень многие из моих студентов сейчас хотят пойти в гиды. Начали свои какие-то проектные деятельности, у нас очень активно студенты занимаются проектами, и вот у меня несколько групп, значит, говорили о гидах, о возможностях, значит, этой профессии, как им хочется попробовать. Это по окончанию. Сейчас я обожаю этот момент, когда я задаю вопрос, как бы, and what now? Где же вы сейчас будете работать? В условиях. Мая 2020. Я задавала, у нее было еще огромное количество каких-то опций, спектр тех профессий, которыми она хотела заниматься. Буквально каждую неделю она меняла. Она приходила и говорила, сейчас я, пожалуй, думаю, вот этим хочу заняться, потом другим. Бесконечно изменяла свое направление. В какой-то момент, видимо, чаша весов склонилась. И склонилась она таки в сторону преподавания. Но не просто преподавания. она не просто решила остаться у нас на кафедре работать, что, мне кажется, было бы, наверное, самым простым для нее выходом из ситуации. Пойти в магистратуру, остаться на нас, работать на кафедре, преподавать в знакомой для нее среде, в знакомой ей до поли, аудиториях, с коллегами. Всегда, вы знаете, для бывших студентов очень всегда престижно и классно остаться работать на кафедре и быть уже друзьями со своими преподавателями в прошлом. Но нет, это не тот случай. Вы что думаете, она остановилась? Она задала себе еще сто вопросов и решила выбрать именно тот путь, который будет самым тернистым. Teaching, мягко говоря, непростая работа. Где? Ни в языковой школе, ни в общеобразовательной школе, ни в родном вузе. Нет. Дай-ка я поеду в Китай. Дай-ка я попреподаю английский в Китае. Класс, подумала я. Потом случился январь 2020-го. Мы понимаем, что все, все то, что мы переживаем сейчас, Китай переживал зимой. Абсолютно новый инвайрон. Все, что я узнавала про коронавирус, я узнавала от нее, потому что она это переживала первым, безумно, ужасно, абсолютно я так переживала за нее. Очень хочется думать, что она этого не знает и очень хочется верить, что она не узнает эту степень моего переживания, потому что я себя правда считала отчасти даже виноватой, потому что я говорила класс, Китай, Боже, поехать куда-то работать, в другую страну, преподавать новым людям, не носителям русского языка, Боже, это же так круто. Я бы очень хотела на самом деле тоже это сделать, но вернемся к тому, с чего начали. Стара, уже стара. И вы знаете, смогла, адаптировалась одна, в другой стране, адаптировалась к новым технологиям, адаптировалась к преподаванию английского детям, без языка посредника, китайский, конечно же, она не знает китайский, новый мир, новые условия жизни, все абсолютно новое. И маски, невозможно выйти из дома, заказ еды на каких-то невозможно китайских сайтах, все это она переживала, делилась со своими друзьями, иногда со мной. И я это читала, ну, вот честное слово, практически со слезами на глазах, потому что я вообще не понимала, что бы делала я в этой ситуации. Но именно потому, что ее опыт обучения, ее образовательная жизнь, она сложилась немножко иначе, она это все пережила намного проще. И, ну, правда, я не думаю, что я бы была настолько успешна в ее роли, в ее ситуации в Китае в данный момент. в эти месяцы. И, вы знаете, у них сейчас все намного лучше, они уже гуляют, они уже едят мороженое, и я слежу за ними в социальных сетях, поэтому, ну, это же классно, что такая трансформация происходит. И, ну, это удивительно, потому что студенты у нас, ну, мне безумно везет, что мне такие студенты, которые заставляют меня жить. И, на самом деле, если вы присоединитесь ровно через неделю, да, 27-го, 27-го мая к следующему нашему вебинару, то у вас будет абсолютно, абсолютно уникальная возможность, потому что там с вами поделятся своими какими-то лайфхаками и советами для будущего наши студенты, которые, конечно же, знают про учебу намного больше, чем мы. Мы все равно живем в своих рамках и в своих каких-то ограничениях. Да, мы стараемся от них избавиться, да, мы пытаемся мыслить как-то по-другому и выходить из всех возможных ограничений. Но они-то знают это намного больше, лучше, а главное, они расскажут вам об этом живее и искреннее. Поэтому не пропустите, мне на самом деле самой даже очень интересно, что студенты, переживая все вот эти тяготы учебы, что они считают правильным и верным путем сейчас как бы в этих сложившихся учебных каких-то реалях рабочим, да, правильным, классным, эффективным. Я понимаю, что наша кафедра, ну, наверное, нашей кафедре повезло, и если вы будете следить за нами в социальных сетях и видеть как бы нашу жизнь кафедры, что называется, на ладони, вы поймете, что да, нам повезло. И мне, в частности, как одно из винтиков этого большого механизма, конечно, безумно повезло. Не могу сказать, что везде, где я работала, я испытывала такой же бодиэмоций. Нет. Но прям, ну, это какой-то всегда уникальный, интересный опыт. И посмотреть на реальную жизнь студентов всегда интересно. Студенты с удовольствием рассказывают, причем они, конечно же, студенты, ну, что вы думаете, они рассказывают только хорошее, о чем вы говорите. Конечно, они жалуются на строгих преподавателей, на меня, в частности, очень любят это делать. Они всегда будут говорить, что у-у-у, задают много, еще что-то, еще что-то, но это их переживания. А посмотреть на чьи-либо переживания всегда интересно. Может быть, научимся на чужих ошибках и не будем их сами допускать. Информация по, ну, вы видите, ее на слайде, и, наверное, очень, так, ближайшим, да, каким-то событием, буквально через два дня, день открытых дверей, 22 мая, в 4 часа. Если у вас есть какие-то вопросы, ко мне, как преподаватель, ко мне, как другу товарища студента, ко мне, как человеку, который постоянно задает себе вопросы, правильно ли она что-то делает, с удовольствием на них отвечу в чате, отвечу в социальных сетях. Мы, все дружная команда, мы всегда готовы ответить на все вопросы. Задавайте, задавайте вопросы, задавайте вопросы нам, задавайте вопросы себе. Мне кажется, что задать вопрос себе важнее, чем задать его кому бы то ни было. Очень интересный, на самом деле, опыт. Я знаю, что сейчас студенты с таким вообще постургом и ажиотацией готовятся к записи видеороликов. Интересный опыт. Посмотрите, пройдите по QR-коду, по ссылке, почитайте больше. Знаю от студентов на самом деле, что это усилий вкладывается в какое-то безумное количество. Кажется, что чем больше ты делишься тем, что ты знаешь, тем ты сам больше веришь в себя и в то, что ты делаешь, это правильно. Ну, даже не знаю, согласны вы со мной или нет. Наверное, да. Хочется верить. Согласны? Когда делишься своим опытом с кем-то, вам приходит какое-то чувство удовлетворения, желание рассказать об этом еще больше? Или, может быть, это какая-то моя личная особенность, не знаю. Может быть, это, опять-таки, какой-то, знаете, преподавательский, такой легкий преподавательский флёр, который мы все, чего мы все заложники. Будут вопросы, повторюсь, пишите в социальные сети, всегда с удовольствием ответим и очень надеемся, что современный тичинг будет немножечко отличаться от вашего опыта обычного, рутинного и, ну, за изменения. Хочется сказать за изменения, потому что, ну, если не сейчас, то когда же еще меняться? Спасибо огромное! К слову, дождь закончился и у меня светит солнце. Не знаю, как у вас, а у меня и правда из-за тучек ушло солнце. Не зря провели с вами вечер. Спасибо вам огромное! Спасибо! Пойду рыбачить. Всё хорошо! Спасибо! Спасибо!